Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью и сегодня мы будем говорить о новом терминале аэропорта Красноярск. Каким он будет, когда ждать открытия и чем интересно новое здание? Все эти вопросы прямо сейчас мы обсудим с гостем. Рядем со мной генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Мецлер. Андрей Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Сразу первый вопрос. Первый самолет в аэропорту планировали принять 1 декабря. Сроки сдвинулись. Почему? Давайте с этого начнем. 1 декабря это символическая дата. На самом деле у нас, согласно графика, сдача нового терминала и предусматривалась в декабре 2017 года. Никакие сроки не сдвинуты. Все будет согласно графика. Новый терминал откроется в декабре 2017 года. Дата еще неизвестна, насколько я понимаю. Мы определяемся с датой. Это будут 20-е числа 2017 года. На какой стадии сейчас стройка? Я думаю, всем очень интересно, что сейчас там происходит, что сделано, что еще предстоит сделать. На сегодня мы на финишной прямой. Действительно, в самом конце всех возводимых, всех проделываемых работ со зданием. Это готовность здания сегодня уже более 96%. Мы завершили монтаж основных всех систем, всех инженерных систем, всего технологического оборудования, багажных систем, входных дверей и так далее. Сегодня мы закончили отделочные работы. У нас заключительные работы идут по потолку. И мы уже, знаете, в самой интересной творческой стадии. Мы размещаем арт-объекты, думаем, как мы поставим новогоднюю елку. То есть у нас уже вот такие приятные новогодние хлопоты. Так, ну получается, что теоретически все готово. А что мешает тогда открытию? Ну, на сегодняшний день действительно практически все готово. Но мы хотели бы, чтобы терминал был полностью уже практически весь готов. То есть с навигацией, с рекламеносителями. То есть чтобы он отвечал максимально-максимально приближенно, выглядел к настоящему эксплуатационному состоянию. И исходя из этого, мы именно очень тщательно подходим к проведению тестирования с волонтерами. И хотим просто, чтобы именно вот ситуация с тестированием, она была максимально приближена к настоящему. А давайте вот как раз об этом тестировании поговорим. Я знаю, что оно 16 декабря пройдет, если не ошибаюсь. Что будет происходить? Что будут смотреть волонтеры? Мы предусмотрели несколько сценариев. В принципе, они стандартные. Это прохождение аэропортовых формальностей. Но и будут заложены некоторые нюансы, такие как наличие сверхнормативного багажа, перевозка животных, травмирование пассажира, наличие багажа уже непосредственно на гейте перед посадкой самолет, ну и так далее. Естественно, там будут какие-то форс-мажорные вещи. Я не буду их полностью все раскрывать, чтобы сохранить эффект неожиданности. То есть мы будем именно проводить комплексные испытания, подтверждающие и пропускную способность на вылет, и на прилет, и все возможные наши заложенные трансферные потоки. То есть будете проверять оборудование в том числе, правильно? В том числе, да. Все системы, все оборудование будет задействовано. Сейчас одна из самых важных составляющих – это безопасность. Вот как безопасность в аэропорту, в нашем, в новом будет осуществляться и обеспечиваться? Основное направление, абсолютно правильно вы заметили, это безопасность и комфорт пассажиров. Касаемо безопасности проведена огромнейшая работа. В терминале и вокруг его по периметру будет работать порядка 500 камер. На входных группах установлены специальные досмотровые оборудования, так называемые, интроскопы. Они самые современные на сегодняшний день. Они определяют не только плотность всех веществ, но и атомарную массу. То есть пронести какие-то взрывчатые устройства, какие-то запрещенные предметы будет невозможно. Ну и также напомню, что багажная система из всех региональных аэропортов, она будет стоять только в нашем аэропорту. То есть она подразумевает автоматическую сортировку багажа. Она имеет пять уровней досмотра. Ну и для статистики приведу такой показатель, как одно засланное место из миллиона чемоданов. То есть это самый такой норматив на сегодняшний день, самый серьезный из всех багажных систем. Ну ведь для такого аэропорта и персонала, наверное, нужно гораздо больше. И пассажиропоток увеличится, и все гораздо серьезнее. Вот насколько пассажиропоток увеличится, например, тоже интересно. На сегодняшний день мы близки к историческому максимуму. Я думаю, что в эти выходные мы преодолеем исторический максимум обслуженных пассажиров в аэропорту Красноярска. Этот максимум был зафиксирован в 2014 году. По итогам 2014 года было обслужено 2 миллиона 66 тысяч 115 пассажиров. В этом году мы этот показатель... Это такая большая цифра. Да, в этом году мы этот показатель значительно увеличим. И по отношению к прошлому году мы прибавим, наверное, практически на четверть. А если сравнивать нас со всеми другими аэропортами, мы единственный аэропорт в Российской Федерации, настолько выросший по динамике, по пассажиропотоку. Соответственно, это отражается и на количестве самолетовылетов. Естественно, это благодаря серьезной маршрутной сетке. То, что у нас серьезная работа была проведена и проводится, мы не останавливаемся на достигнутом по увеличению и частотности, и количества направлений. Касаемо персонала, конечно, все современные системы, устанавливаемые в новом терминале, они подразумевают достаточно высокий уровень подготовки работы при работе с этими системами. Мы проводили огромную работу по обучению нашего персонала, мы постоянно учимся, мы очень много сделали в этом году, у нас происходит сейчас, мы как раз в активной стадии ребрендинга, мы оделись в новую форму, сотрудники, обслуживающие пассажиров службы пассажирских перевозок в новой форме, сотрудники службы авиационной безопасности, работающие в терминале в новой форме. Ну и в целом мы подошли к этому очень серьезно, у нас действительно качественная форма была приобретена, для сотрудников. Мы обновляем парк техники, мы получили новый амбулифт второй, для обслуживания маломобильных пассажиров, несмотря на то, что у нас с вами посадка будет производиться в большинстве случаев при условии, что воздушное судно возможно подогнать под телескопический трап, под так называемый рукав в простонародье. Мы, несмотря на это, увеличили количество техники для обслуживания маломобильных пассажиров. То есть на это направление, именно на этот сегмент мы тоже очень внимательно смотрим. Мы приобрели дополнительный четвертый аэродромный тягач для буксировки воздушных судов. И буквально у нас, наверное, в конце этого месяца будет поступление еще двух противообледнительных машин. То есть мы увеличим парк противообледнительной техники на 50%. Хорошо. А что вот все-таки с персоналом? Сколько это будет человек? Набрали ли уже штаты? Это тоже интересно. Благодаря обучению и благодаря повышению эффективности, благодаря внедрению высокотехнологичного оборудования нам позволят не увеличить персонал, а даже в какой-то части именно его удержать на сегодняшнем уровне, где-то даже может быть наоборот уйти от человеческого фактора. Потому что на сегодняшний день тенденция в мире такая, что у всех уходят от человеческого фактора путем замещения именно высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением. И мы примерно должны остаться на этом же уровне. Небольшое увеличение будет, порядка на один-полтора десятка человек. Вот это и связано именно с началом эксплуатации такого оборудования, которого на сегодняшний день в аэропорту отсутствует. Хорошо. А какие перемены грядут в плане перевозок? Может быть, будут новые перевозчики? Может быть, их станет больше? Может быть, билеты подешевеют? На сегодняшний день я могу с гордостью сказать, что в аэропорте Емельянова выполняют 27 перевозчиков. Рейсы выполняют 27 перевозчиков по 57 направлениям. Именно благодаря этому мы серьезно подняли свой уровень по количеству пассажиров обслуженных. Мы очень серьезное внимание обращаем на трансферный пассажиропоток. И именно трансферный пассажиропоток дает серьезный прирост и дает возможность загрузки воздушных судов для открытия новых направлений. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что на четверть населения Красноярского края у нас не прибавилось. И подвижности населения именно на четверть не происходит. То есть это происходит именно за счет привлечения трансферного пассажиропотока, за счет привлечения дополнительных перевозчиков. И я могу сегодня с уверенностью и с гордостью констатировать, что у нас на сегодня аэрофлот прибавил 50% в зимнем расписании. У нас открылся вечерний рейс аэрофлота. Были проблемы с количеством мест бизнес-класса на вечерних рейсах именно на Москву. Москва в целом прибавила более 30%. То есть мы серьезно в плюсе по этому направлению. Ну и могу сказать, что мы увеличили частотность на Питер, на Санкт-Петербург, прямые рейсы. На Магадан мы полетели... Это, наверное, самые востребованные такие рейсы, правда? Ну да, одни из этих. Стандартно Москва, Юг, Санкт-Петербург. На Магадан мы полетели заново, 9 лет не выполняли рейс. Мы полетели на Екатеринбург. Мы дошли до трех частот на Новосибирск. Касаемо Новосибирска здесь хотел бы отметить и привлечь внимание наших жителей Красноярска о том, что до сих пор бытует мнение, что из Новосибирска очень много направлений, все садятся на поезд, либо на машину, едут почти тысячу километров по зимним дорогам, безопасность и так далее, и думают, что оттуда дешевле. Я могу сказать, что... Привести пример. Буквально вот на этой неделе мои знакомые летали в Новосибирск, просто в аквапарк на авиакомпании «Победа». И одни из сотрудников тоже недавно у меня летали просто на выходные в аквапарк на авиакомпании «Победа». Я очень горд, что нам удалось привлечь этого лоукостера самыми дешевыми билетами. Напомню, что у них стоимость билетов на Екатеринбург, на Москву, на Санкт-Петербург есть такие тарифы по 999 рублей. Теперь вопрос такой нестандартный. Питание в аэропорту как-то дешевле станет, ведь разные люди летают разных социальных слоев. Вот что по этому поводу можете сказать? Площадь нового терминала нам позволит значительно увеличить число компаний. 58 тысяч квадратных метров площадь всего терминала. Мы увеличим и площадь ритейла, и площадь, отданная под ресторан. В общей сложности их будет порядка 15, и я уверен, что красноярцы найдут себе заведение по вкусу и по кошельку. То есть бутерброды, возможно, и не будут 300 рублей теперь стоить, правильно? Будут представлены все категории, начиная от фестфудов и заканчивая уже более знаковыми местами. Каждый найдет что-то по цене себе, правильно? Хорошо. Говорят, что наш аэропорт будет отличаться каким-то особенным стилем. Что это такое? Цвета будут новые, формы какие-то новые. В чем изюминка нашего нового аэропорта будет? Изначально форма аэропорта, как мы с вами знаем, Куб, она наиболее оптимальна для эксплуатации, она наиболее технологична, но и со временем она не утрачивает свою актуальность. Это касаемо внешней формы. Я уверен, что многие красноярцы уже видели аэропорт снаружи, какие материалы применяются, какие цвета. То есть он действительно будет современным, он действительно является стильным, он действительно является светлым. Он действительно является современным, потому что все освещение абсолютно люминесцентное. Касаемо внутреннего наполнения, я уверен, что нам удастся удивить красноярцев. Там будут размещены и арт-объекты, мы сейчас думаем и про новогоднюю елку. Мы отвели определенное количество метров, то есть есть зона, где будут постоянно проводиться какие-то выставки, какие-то мероприятия. Я хотел бы обратить внимание на то, что аэропорт Красноярска – это не просто город Красноярск, а это целиком, действительно, мы живем с вами в таком серьезном регионе, который объединяет в себя, то есть наша река, это Енисей, самая полноводная, самая крупная в России, она объединяет очень много серьезных субъектов. Это и Венкия, это и Тува, это и Хакасия, это и Таймыр, и, собственно, целиком весь Красноярский край. И я думаю, что действительно самым центральным аэропортом всей Сибири будет именно Красноярск. Андрей Владимирович, вот я вас сегодня представила как генерального директора аэропорта Красноярск. Ну, все знают, что аэропорт-то Емельянова у нас. Название меняется? Мы на самом деле, да, в ребрендинге, и решение принято по изменению названия. Емельянова это как некий локальный пункт, населенный пункт, где расположен аэропорт. А на самом деле аэропорт открывает ворота в наш большой Красноярский край. Именно в связи с этим мы приняли решение изменить название, и чтобы всем гостям нашим было понятно, что они прилетели куда? В Красноярск. Это будет аэропорт Красноярск. Если вы заметили, то сразу изначально вывеска на новом терминале аэропорт Красноярск. А что со старым терминалом будет? Вы имеете в виду с терминалом номер один? Существующим терминалом номер один. Он выйдет, конечно, из технологии, как мы только переедем. Мы приступим к реконструкции, здание, естественно, останется, но мы его будем приводить в порядок. Мы его внешне приведем в соответствие с новым, с большим терминалом. И я думаю, что, скорее всего, это будет терминал обслуживания официальных делегаций, официальных групп, то есть спортсменов, гостей, правительство, которое прилетает к нам активно с других регионов. Мы очень часто встречаем гостей и соседних государств. То есть этот терминал именно будет для обслуживания групп. Ну, интересно, хорошо, что все-таки не под снос здания, да, а какое-то применение ему нашли. Это очень здорово. Спасибо вам большое за подробное интервью. Я уверена, что нашим зрителям было интересно, и все ждут открытия все-таки нового терминала. Я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Мецлер. Вы смотрели программу интервью. Увидимся.